Я помню, как это было. Я не вспоминаю, а я вот именно помню, как это было. Был летний день, очень жарко, как бы мы с друзьями компании пошли купаться. Незаметно отошел от компании, вернул в воду и вошел я несколько под другим углом. Просто влокнулся одной головой в ног. Руки отказали, как-то получилось так, что я развернулся. И вот непонятно, как я себя вытащил. Я очень помню хорошо тот момент, вот это вот ощущение, когда ты понимаешь, блин, что это не руку сломало, что это растянется, к сожалению, на, ну, на года. Я знаю, что спрашивают, когда-нибудь у тебя заработали руки, пальцы. Не могу ответить, потому что все было очень медленно. Я помню, что разбил я один стакан, беру, он выпадает, падает, беру, еще что-то падает, ложкой. Восемь месяцев у меня вообще ничего не было. Потом как бы началось потихоньку восстановление. Настал такой момент, когда финансовые возможности стали близки к нулю. и с реабилитации, ну, уперся. То есть непонятно, что был дел, потому что занимаюсь, и, ну, как бы прогресса не вижу, не получается. этот веселье в дом несет, это за детьми следит, чтоб не болели, этот большие деньги, а этот тепло. Нашел интернет, начал искать, и вот абсолютно случайно наткнулся на жулы. Позвонил и обратился, и люди не отказали. И абсолютно все как-то это было просто, бескорыстно, легко и по-доброму. Мы с ребятами на Медне были в Костроме. Да. Очень замечательное место. Много классных, ярких впечатлений. Это вот вам такой вот подарок. О, боже. Что это? Витя позвонил, по-моему, или написал нам письмо. Это один из очень немногих случаев, когда человек, который оказался на коляске, не перестроил свою жизнь, не подстроил ее под коляску, а старается наоборот сделать, чтобы коляска вписалась органично во все, что он делает. И для меня это, конечно, история невероятного мужества. Витя показывает, например, что нет никаких границ, нет никаких ограничений, кроме вот того, что у тебя в голове. Человек, который как барон Менхаузен, за волосы, вот он вся из болота, вытаскивал барон Менхаузен. Вот видите, это барон Менхаузен нашего фонда. Реабилитация длится и сейчас, по сей день, уже с девятый год. Я прыгнул с парашютом, я полетал на параплане. Наконец-то, в 30 года я все-таки прокатился снегоходе. Я помню, как это было. Я не вспоминаю, а я вот именно помню, как это было. Когда ты катишься на лыжах, разогретый, чувствуешь, как у тебя ногами напрягаются мышцы, связки. Ну, блин, ну что это может заменить? На то, что я не отказываюсь. Какие у дела? Субтитры сделал DimaTorzok